Всем привет, с вами Prea, Shadowlands выйдет довольно-таки скоро, и нужно готовиться по полной. Мифик плюсы будут фармиться, рейды будут фармиться, будет фармиться абсолютно всё в самом начале. И да, нас ждут новые интересные модификаторы, всего их будет 4, и на основе абсолютно всех скриншотов, которые у меня есть в текущий момент, мы рассмотрим эти модификаторы, поговорим о них и найдём некоторые соответствия с теми модификаторами, которые уже были ранее. Окей, самый первый модификатор, который представлен на этом скриншоте, это модификатор вдохновляющий. Вдохновляющий это модификатор, который действует аналогично посланнице глубин, если рассматривать сезонный модификатор манящий. Это было в третьем сезоне, был мопчик особый, назывался посланница глубин, и рядом с этим мопчиком в ауре, то есть в радиусе 15 метров, нельзя было кикать косты, нельзя было давать фиры, нельзя было давать станы, вообще никакой контроль нельзя было давать. То есть тут нас ждёт то же самое. К тому же, что ещё довольно-таки интересное, эти мопцы будут либо как-то меняться, либо будут засечены каждую неделю, в общем, это будет довольно-таки интересно. Новые мопцы, на которых будет висеть эта аура, ну, это будет интересно. Окей, хорошо. С целью того, чтобы понять, какой это моп с данным модификатором, у него будет золотая аура. Эта золотая аура будет показывать, на каком мопце находится этот модификатор. И у нас уже будет выбор. То есть, либо быстренько шотать этого мопца с целью того, чтобы можно было кикнуть косты другим мопцам, ну, либо уже просто-напросто отыгрывать по всякой мелочи. Есть ещё третий скриншотик. Тут вот видно, так сказать, сколько их в данже в принципе. То есть, вот он, один ближайший паучок, который виден нам, над которым затаргетная полоса хп. И один находится вдали, рядом с каким-то боссом, рядом с каким-то гигантом древесным. Это первый модификатор, вдохновляющий, довольно-таки интересный. То есть, мы его уже видели. В целом, ничего особо такого нового. Второй модификатор называется зловредный. Зловредный — это модификатор, который напоминает эффект порчи под названием потусторонняя тварь. То есть, к нам просто-напросто идёт мопчик. Наша цель — сделать так, чтобы этот мопчик не дошёл к нам. А именно, почему. Сейчас расскажу факты, собственно, об этом мопце. У него относительно немного хп. На нём висит эффект, который называется всепожирающая злоба, который лишает его 8% здоровья каждую секунду. То есть, за 12,5 секунд мопчик просто-напросто умрёт. Ну, мы его, конечно, и сами можем дамагать. Также это существо подвержено всем эффектам контроля. Оглушению, замедлению, отбрасыванию, феррам. Хоть что вообще можно с ним делать. Вихрёр соло можно накинуть, и пусть он там ходит туда-сюда, или друиды его могут зарутать. Вообще идеально будет, я думаю. Это, наверное, там будет какое-то ограничение на контроль. Касательно дэмэджа, этот мопчик бьёт в 2-3 раза больнее, чем обычные противники подземелья. То есть, моп, да, действительно такой опасный. Если он повешается на милишника, милишник будет терять дэмэдж, если мопсу не дать стан этой зловредной твари. Неприятно, в общем, довольно-таки. Но, окей, модификатор вполне отыгрываемый. И самое главное, аккуратно как-то играть с ним. Вот и всё. Вот и всё. Касательно того, как увидеть эту тень, которая выходит из мопца, ну, ничего такого нет. То есть, может какой-то дебат потом появится, может ещё что-то такое появится. Но в текущий момент вроде бы на бетке ничего не придумано. Окей, верим, надеемся, ждём самое лучшее. Третий модификатор это штормовой. Штормовой модификатор довольно-таки схож с вулканическим. Ну, потому что вулканический он спавнится под игроками. И, в принципе, штормовой будет примерно тоже спавнится рядом с ними. Факты. Первое. Место будущего вихря заранее помечается клубящимся серым дымом на земле на пару секунд. То есть, вот его видно. Вот он, этот дымок, который, так сказать, начинает свою раскастовку. А если мы уже перейдём ко второму скриншоту, то мы увидим готовые крутящиеся вихри. Он будет вращаться по спирали и исчезнет через 10 секунд. Попав в вихрь, игрок получает урон и отталкивается на небольшое расстояние. Также одновременно может действовать несколько вихрей. Где мы это видели? Гробницы королей. На каком трэше? Перед первым боссом. Надоедали нам эти вихри? Ну, да. И тут они будут надоедать. В целом, довольно-таки интересно. Окей. Это модификаторы, которые будут нам встречаться, начиная с 4-го левела ключа, либо с 7-го. То есть, посмотрим там, как их раскидают. Всё видно будет. Ну, а теперь поговорим о модификаторе сезонном. Сезонный модификатор довольно-таки интересный. Это уж точно. Модификатор этот называется полный гордыни. Будет применён в первом сезоне ко всем бахальным ключам выше 10-го уровня. В целом, модификатор довольно-таки лёгкий и даже в некоторые моменты будет помогать игрокам. Вы это сейчас всё прекрасно поймёте, почему. Аналогично пожинающему модификатору, каждые 20% прогресса зачистки существ подземелья, игроки будут вызывать проявление гордыни неподалёку от себя. То есть, это вот большой красный мопчик. Его можно убить, его можно скипнуть. Вы это будете решать, как говорится, сами. За весь данж придаётся 5 этих мопчиков. То есть, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. Но, вспоминая модификатор пожинающий, можно что делать? Можно сначала убить босса, потом добить 100%. В итоге вылезет только 4 мопца. Такой лайфхак, может кто-то это вспомнит. Окей, что есть у этого мопца? У мопца вообще всего 2 спыла. Первый называется «Распирающая гордыня», а второй «Зловредное хвостовство». Значит, первый спелл. «Распирающая гордыня». Это стакующийся дебаф, который будет наносить каждые 2 секунды урон. И если все умрут, то, само собой, стаки эти сбросятся. Ну а мопца выйдется, и он не будет восстанавливать себе оставшийся запас здоровья. Довольно-таки приятно, да? Если мы не справимся с его убийством, как вариант в самые-самые первые недели зачистки десяточек, разве или чиста, то будет несколько попыток на убийство этого мопца. Второй спелл очень сильно похож на различные бомбочки, которые, например, есть... Ай, на первом боссе в данже под названием «Врата заходящего солнца» — это «Инстпандари». Там еще жук в виде ластбосса. Так как таймволки довольно-таки частое явление в текущий момент, я думаю, это неплохое сравнение. Просто-напросто из игрока будут вылетать четыре снаряда, и этому игроку нужно заранее выйти, чтобы этими снарядами не задеть никого. Я считаю, моп очень легкий, и самое главное, чтобы хил выхилил настакивающиеся дебафы, да и все. Ну а теперь касательно усиления. После килла этого мопца будет наложен баф на абсолютно всю группу, который называется «Проявление гордыни». Действует он одну минуту. Эффект повышает наносимый урон на 30%, мув спит на 60%, ну и также будет манреген 5% каждую секунду. Это позволит быстрее чистить трэш, то есть если вы все-таки захотите убить этого мопца красненького большого. Можно босса, например, окей, спулить под этим бафом, что будет довольно-таки приятно. Можно специально вызвать пятого мопца на 100% и после этого уже спулить ластбосса. То есть можно будет ротировать мопца, можно будет варьировать касательно скипа и убийства. Такие немыслимые вещи, что я не знаю даже, что можно придумать. Ну, есть некоторые мысли, наверное, рассказывать их пока что не буду слишком рано. И может все еще поменяется. Может быть бафчик этот понерфят, может наоборот его усилят. Может быть сделают так, что этого мопца нельзя будет скипать. В общем, посмотрим, посмотрим что будет. Но в текущий момент модификатор выглядит не слишком-то и сильно. Да, он будет чуть-чуть замедлять группу, то что вы свичитесь в этого мопца. Но этого мопца можно привести к каким-нибудь другим мопцам. И при этом все это дело заауешить, протаргетить получается через вот этого красного мопца. Получить баф и доауешить собранную кучу. Но так уже будут делать в тот момент, когда десятки пойдут на фарм. И я думаю на каких-нибудь турнирах это будет довольно-таки частое явление, если они будут в первом сезоне. Пока что какие-то такие мысли насчет сезонного модификатора. Насчет него нужно высказаться, потому что все-таки он будет 3-4 месяца. Довольно-таки часто будет людям он встречаться, в отличие от трех предыдущих. Вот и все, на этом я думаю мой монолог можно окончить. Всех вам благ, чести, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании о совместных рейдиках в Бзду ради получения ледяного шквала. До скорого!